К Виталю подошел, который напротив Аси стоит крайне обычная бомбонерка с прорезной крышкой, забавная. Вот красота, то, что я люблю. Горчичница. Как будто шляпка дамская, 3500 стоит. Хрусталь, наверное. А что это все-таки? Ну, похоже на латунь или бронза, не знаю. Ну, вещица шикарная, надо сказать. Надо сказать, что у него еще интересно. Вот у него красота молочника, с какими рисунками декорирована. И форма сама интересная. Очень красивые, невероятной красоты. Здесь два молочника. Смотрите, какие. Они одинаковые, да, один в один? Да, они одинаковые. Ну, форма роскошнейшая. Напоминает лебедя. Это мне так напоминает. Ага, вот еще вижу интересную чашу. Она как будто бы прям кубок. Вот, забавная. Вазочка такая и блюдо. Блюдо огромное. Здесь Вадим, но он тоже уже собирается. Посмотрите, сколько там кобальта. И кобальтовая вот такая ракушка красивая. С росписью и красивая. Здесь такая история прям роскошная. На вашу дачу. Внутри у Вадима, посмотрите, какой чайник. У горошек синий, необычный. И ваза старенькая. На вазу ты, да? На вазу ты показывал? Нет, нет. Птица, чайка? Птица, чайка. Отвечайка. Вдруг ты вели, нет. А чей это чайник? ГДР. Ага, такой симпатяшка. А вазон? Вазон Минск, 50-е годы. Ну, читается сразу, да, что старенький. А вот вам еще, пожалуйста, чайничек с петушком. Что-то из необычного вам показать. Вот такая чаша или тарелка. Наверное, ручная работа. Из бересты, икона. И просто из салонки, да, просто необычное именно. Кто-то не обратит внимания, но в целом вещь необычная. Здесь у него чайница старая, стекло очень красивое. И интересные вот эти... А чьи они? Чехия. Чехия? Интограмма и зеленые ножки. Витые. Шесть штуков здесь. А эти? Эти тоже самые. Но не зеленые. А это я к Косте зашел. Посмотрите, это Кузнецов в Риге. Чашечка старенькая. Это я не знаю. Мы с вами знаем Кузнецов со стороны такой эстета. А здесь что-то необычное такое. Что-то необычное. Давайте посмотрим ближе. Ну да, печать стоит. Ну надо же. Наверное, наверняка еще и тарелочка была. Блюдица. Блюдечка. Забавный. Это он уже не первый год работает на рынке вернисаж и загорел на солнце. Свет такой приобрел. Либо это просто солнышко. И у него здесь еще стоит клоун. Посмотрите, он жонглирует шарами. Очень яркий. И говорит, что это вербилочки. На постаменте, на таком большой. Кстати, на каблучке. Помните, приходила мне кукла фарфоровая. Тоже на каблучке. Откуда? Из Германии, по-моему, да. Присылала мне Галина. Там тоже клоун на каблучке. Это тоже что-то старенькое. Ну да. Под груши, под яблоки. Ладно, пойду дальше. Эти чьи? Это? Тебя они точно не нравятся. Нет, чьи они? А эти почем? Красивые. Ага. Семсот рублей. Ну почему они? Вон с этим, смотри. Тебе не надо ехать, это я помню. Да я не мне, я людям показываю. Вот видите, говорят фейк, не бери. Я, конечно, не хотел брать, но вам-то было интересно показать. Новиночки. Какие появляются на рынке вообще. Это не пластмасса. Ладно, пойдем дальше. Друзья, смотрите, это марочница. Необычная такая, ракальная вся. На ножке, на широкой. На самом деле, первый раз встречаю, но сразу понял, что это марочница. А это для чего? Я думаю, сейчас спички, но потом на спичницу не похоже. Черепаха это что? Черепаха? Черепаха, а что это все? Коробочка вот такая интересная. Это спичница даже. Вот эта спичница. А, вот она, серебро-то. Ну, возможно, и эта спичница. Интересная. Да, на этом столе всегда много интересного. Здесь я брал свои подхваты для штор и сонетку. Посмотрите, какая красота. Чаша и молочник. Подобная пара была у меня. Долго я ее и пользовался. Ну, как долго? Ну, год, наверное. Не мог налюбоваться. Не мог я ее налюбоваться. А после продал. Продал, потому что нужны были деньги на песни. Обе. Две у меня было, и обе продал. Ну, что делать? С чем-то приходится расставаться. Вот форма красивая. Две креманочки. А это что такое необычная вещица? А это для чего? Скорее всего, это здесь клалитр-прибор, который подогревает здесь спиртовку. А, спиртовочка. Если что-то подогревали, можно сделать... А, нет, сюда ложка, наверное... А, дозванивала. Либо ложка клалась сюда, и над ней вот этот огонь горел. Наверное, да. Посмотрите, какие нежные, тонкие. А может быть, я и показывал вам уже. Два сумочка. Это накладки позолоченные на мебель. Бархатная, очень старенькая щеколда. Не знаю, что это. Или рекламка, или что это, но очень красиво сделано. А, меню же. Это меню какого-то ресторанчика, да? Посмотрите, какая гравировка выпуклая. Ой, какая красота. Слушайте, действительно, это же меню в каком-то... В каком-то ресторане. Как красиво. Роскошство. Так, ну что, зайдем к Артуру. Если он еще не сложился, он там что-то занят, он нам подмиргивает. Привет. Ваня, привет. Ты нам что-нибудь покажешь? Покажем. Мне много сейчас... Кузькину мать. Очень много... Например. Это только часть. 5 тысяч открытых. Примерно дореволюционных. Разных, 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 разных. Очень, очень... Если есть там заинтересованные, любая 400-500 рублей. Вот, видишь, там, какие шикарные, шикарные все. Не знаю, ты, кстати, на даче пока не интересовался, да, открытые? У меня есть часть, но мне в основном дарили их. У меня много-много-много-много. И они... В целую коллекцию. А потом дарили мне рамочки, я в рамочки вставлял. Да, просто очень много. Атмосферные дающиеся. Все старинные. Все. От 400 до 500. А вот это что такое? Мавротик. Мавротик? Вот, смотри. Заходите, заходите. Смотри. А, еще. Около пяти тысяч штук. Наверное, кто-то коллекционировал, да? Вот такие королевные. Кролев. Ха-ха-ха. Так, ладно. Еще показать. Дизайнерская шкатулочка есть у меня, кстати. Ты видел ее? Да, в прошлый раз показывали. Вот этот набор появился. Кузнецов, да? Какой интересный. Это он без трима. Фрагменты какие. Необычные. Он без трима. Он без трима. Кузнецов, да. Он уже эксперт, видите. Эксперт на рынке антибориата. Сложно ошибиться. Да. Без отбыска он отснять. Вы представляете, Ваня? Как? Вот сейчас продаю открытки, да, стою? Ну, они с номерами. Да, нет, открытки. Да. Наведи. Продаю, стою, открытки. Китайцы. Китайцы спрашивают, сколько? Я говорю, 400 рублей одна. Он считает, 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 пачку такую играет. За 300 все, говорит. Я говорю, нет, одна 400. В этот момент подходит мадам. Она, а вот она, они, говорит, ненастоящие. Они, говорит, ненастоящие. Я говорю, как ненастоящие? А все, говорит, в округе знают, что есть ненастоящие. Вот не будьте такими плохими. То есть она отбила клиента, да? Да, просто подошла как бы и... От нее чего делать так? Да, просто захотела. Ну вот видишь, каждый... Мне понравилось, я не знаю. Ну, просто, ну, так. Каждый приходит со своими целями. Да. Кто-то добро несет, а кто-то... Да. Уныние. Уныние. И еще снимает. Сама нельзя. Еще на камеру меня снимает. Что, вот фотографии делаешь. Вот так вот. Да, это уже заподлянка. Ну, что-то, да, видишь. По-русски называется. Да, так что такая история сегодня была у нас. Есть интересные фигурки. Посмотрите, петушок на янтаре. Цветочек рядом. Ой, какие чудесные. Первый раз такие вижу. Забавные. Вот еще один. Классные. Жемчуга висят. Вообще, время уже 4 часа, по-моему. А они все еще стоят. Ну, потому что тепло стало. Смотрите, кашпо, какие крупные продаются. Синенький. Керамика. Ух ты, Чаполина. Мальчик Чаполина. Мальчик Чаполина. Мишка Винни-Пух. О, грибочки на цыплялках. Слушайте, вот это хорошие игрушки. Вот Элла бы точно что-нибудь себе приобрела. И даже морковки, посмотрите, почти не облезлые. Какой-то на постаменте. Так он тяжелый? Он серьезный? Ну, такой попробуй. Здесь открывается. Ух ты. Все серьезно. 6500 такой стоит, пацаны. В стразах. Угу. Интересно увидеть человека, который это купит. Да. Сама вещь интересная. А увидеть человека, который это купит, еще интереснее. Да. Они неразлучимы. Нет. Хоть бы он нашелся, этот человек. Да. Ладно, мы пошли дальше. Хороших продаж тебе. Спасибо. Пока-пока-пока. Пока. Светлана сидит здесь в расслабленном состоянии. Уже потихонечку собираются. Но и то, и то активность прям такая хорошая. Потому что уже в такое, в это время они уже не стоят. Так, вижу кувшинчик привлекательный. Австрия. С номером в тесте. Рисунок. Посмотрите, какой. Коронует. Ангелочки коронуют. Хороший выбор тарелочек. Подобную мне из Бельгии присылали. А здесь их комплект. Из трех штучек. Елена из Бельгии, привет вам. Если смотрите. Кукленок очень старенький. Сколько такой стоит? Семь он стоит. И одежка на нем очень старенькая. Известие 86. Хоккеист. Снеговичок. Старая-старая бронзовая люстра. Смотрите, какая интересная. С орлом. Лампочки какие-то уже. Как шишки. Здесь, может быть, да что-то и было. Может быть, представляются фарфоровые какие-нибудь медальоны. Ну, кстати, редкая. И она такая небольшая. Необъемная. Стоит пока еще моя. Я хотел бы ее, конечно, забрать. Но может быть, получится в следующие выходные. Вот тут вещица интересная. Хочу вам снять что-то необычное. То ли из ткани, то ли из кожи. И лицо вот так, чтобы 3D было, да, выпуклое сделали. Вот так вот. Ну, такой вот. Хендмейт, назовем его так. Интересно вообще. Вот идея для художников, для оформления каких-то вам своих студий, там, ногтевых, парикмахерских. Очень интересно. Ух ты. А это что за вещь такая? А это телефончик такой. Кожаная лошадь. Мы с вами такую видели новенькую. Продавалась в Крыму. Понятное дело, что хорошая. Мозаика. Мельчайшая работа, деликатная. Вся поблескивает, посверкивает. Посмотрите. Ножка цела. Вообще, сохранность хорошая. Это я у Марины в конце. Кстати, многие спрашивали, где это место находится. Вот основной рынок, он там. А это конец. То есть, у меня за спиной получается администрация. Вот она, зеленая крыша. И вот она, администрация. У меня есть подобные, только побольше. У меня на нем красиво. Он стоит на полке, а на нем стоят фужеры. Бокалы, вернее. Которыми я пользуюсь. А вот, кстати, вижу у Марины, по-моему, тоже. Смотрите, вот интересно. Я их раньше не встречал или не обращал внимания, или они не кидались мне в глаза. Еще одна марочница. Это у Марина. Ре-с-тре-топ. Бронз или латун? Молодец. Без акцента. Ну ладно, пойдем дальше. Девчонки пришли посмотреть в зеркало. Ну и я тоже хочу в такое зеркало посмотреться. Обожаю. Такое тремо. Ну у меня есть, только это очень низкое к полу, да? Но какое же оно красивое. Если вы не видите по-летнему, в шортах, в сандалях. Спрашивает у меня Артур. Сандали какую-то фирму назвал. Я говорю, все у меня по-простому, все у меня. Не люблю я эти фирмы. Ой, какие красивые завитушки вот эти. Вот где качество. Вот к чему надо стремиться. Ага. В зеркало вижу. Это пластик? Или что это? Нет, это по-моему гипс. Очень красивая форма. В зеркало. И там кровать. То я не вижу, какая-то другая кровать стоит. Вот эта с округлыми спинками. Это вышитый, это даже не кобелин, это на ткани вышитый и напечатанный, по-моему, эти кони. Посмотрите, как красиво он на бамбуке смотрится. Коврик вот такой. На веранду. Огромная, красивая, большая рама. Вот к ней праг в голове у меня рисуется в мозгу замок какой-то невероятной красой к этой раме. Без замка она не представляется. Ой, как красиво. Что-то очень старинное. Смотрите, позолочение прям было давно-давно. Ну я к тому, что настолько она старая, что обветшала, так скажем. Да, шикарная. Велосипед 8000. Да, я бы прокатился на велосипеде, давно не катался. А куда его денешь? Ну и никуда его денешь. Да не надо нормально, все вы. Пацаны 5000 рублей. 5000. Яркая, красивая. Ну как тематическая. Тематическая. Впервые такой вот такой предмет. Здесь какая-то вот здесь фирма. Не знаю. Наверное, не прочтем сейчас, да? Ну, можно сфотографировать и увеличивать. Соковыжималка 500 рублей. Сфотографировать и увеличить. Что-то там написано, но очень мелко. Или просто эмблемка. Ну да, для дачи шикарно. То есть там есть суденышко. Там видите вот. Вижу, вижу, да, да, да. Ага, то есть выжили. А, и потом вот так выливать. Ну вот, напомню, 500 рублей такая. Ну все. На сегодня рынок завершен. Съемочки. Суббота, в принципе, прошла успешно. Ну, видите, еще кое-кто стоит. А я уже держу путь домой. До новых встреч. Вот сняли верхушки вот эти красивые. Видимо, реставрируют их. Ух. Откуда? Чуть не видно, откуда их сняли-то. Красивая, красивая, что говорить. Белая веранда. Там ресторанчик, кафе. Это вот такой длинный лимузин, в котором проходят тусовки, свадьбы. Молодежь катается по ночному городу, по ночной Москве. Да, вот он украшен очень красивый. Хорошо ли там все-таки все красочно, все ярко. Двести лет цыганка мне. Жизни нагадала. Жизни чашу полную, сытость без хлопот. Но благодати двести лет, ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай глаза врагам, смело загляну. Верного товарища в дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь. И еще, 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 еще чего-нибудь.